Украина и Китай подписали пятилетний план экономического сотрудничества. Две страны будут совместно развивать сельское хозяйство, инфраструктуру, авиацию и прочие сектора. О конкретных сроках и объемах инвестиций на высшем уровне так и не было объявлено. Однако украинская делегация покинула Поднебесную не с пустыми руками. Миллиардер Ван Зинь заявил о том, что китайский частный сектор уже готов поучаствовать в развитии инфраструктуры Украины. План разбит на два этапа. На первом магнат из Поднебесной инвестирует 3 миллиарда в реконструкцию Севастопольского порта и в строительство нового глубоководного порта. На эти же деньги будет развиваться особая экономическая зона для хай-тек компаний. Работы должны начаться в конце 2014 года. Второй этап подразумевает строительство аэропорта, СПГ-терминала и судоверфи. На эти цели будет затрачено 7 миллиардов долларов, которые еще предстоит привлечь. Однако предприимчивый китаец собирал и не такие деньги. Ван Зинь – автор проекта Никарагуанского канала стоимостью 40 миллиардов долларов, уже получившего одобрение властей КНР и Никарагуа. Реконструкция Севастополя – не первая масштабная сделка Пекина и Киева. В этом году Поднебесная арендовала у Украины 3 миллиона гектаров плодородных земель – это 5% территории страны. Сумма сделки – 3 миллиарда долларов, срок аренды – 50 лет. Основное назначение земель – выращивание сельскохозяйственных культур и свиноводство. Действия Китая на Украине полностью соответствуют глобальной стратегии Поднебесной. Это приобретение активов, в первую очередь энергетических, инфраструктурных и сельскохозяйственных. В одной только Европе Китай в прошлом году потратил 12,5 миллиардов долларов на сделки слияния поглощения, что на 20% больше, чем в 2011 году. Приобретения самые разнообразные. Доля в лондонском аэропорте Хитроу – свыше 20% акций одной из крупнейших энергокомпаний Португалии, торговый порт в Греции и так далее. Однако распродажа закончилась, острая фаза европейского кризиса миновала, и китайским бизнесменам становится сложнее конкурировать с местными инвестфондами. К тому же европейское законодательство зачастую ограничивает предпринимателей из Поднебесной. На Украине таких ограничений нет, и она может стать идеальным перевалочным пунктом на пути китайских товаров из Азии в Европу. К тому же на Украине находится треть мирового объема чернозема. Для мирового лидера по размеру населения это неоценимый плюс. Рустам Косумов, Вести.